Насколько она реализуема? Вот как сообщают, кстати, что 67 государств уже будто бы за эту идею высказались. Вот на Лига Бизнес Информ новость, это тоже сегодняшняя новость. Треть стран членов организации требует лишить россиян права вета по решениям, которые касаются вопросов геноцида и массовых убийств мирного населения. То есть сразу мы видим то, как подается политиками этот вопрос. Лишение как бы получается, впечатление складывается, что вообще права вета лишить. А тут как участника конфликта на самом деле пытаются лишить. Опять-таки, вот давайте смотреть, насколько вероятно лишение России права вета в Совете Безопасности ООН как просто, безотносительно к темам. И второй аспект, если, ну как участника конфликта, признает ли он участником конфликта России в таком случае еще дополнительно? Насколько реально лишить права вета России? Я бы задал этот вопрос. Что произойдет, если такое случилось? Ну нет, это нереально. Вопрос в другом. Вообще, насколько возможно и насколько представляется возможным лишить права голоса и права вета. Кстати, право вета, оно не предусмотрено уставом ООН. Там четко сказано, что для принятия решения Совета Безопасности ООН необходимо 9 голосов, среди которых должны быть все 5 голосов постоянных членов. И соответственно, да. Рано основателей, Российская Федерация, как право приемника США, США, извините, Великобритания, Франция и Китай. Это 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН. Россия получила это как преемника Советского Союза. Да, и, извините, лишить кого-то права вета в Совете Безопасности ООН невозможно, уже хотя бы потому, что как такового права вета не существует. Существует необходимость голосования за какое-то решение всеми членами, постоянными членами Совбеза. Это правило придумано не сегодня, не вчера. И не сегодня, не вчера его пытались обойти. То есть, простите сразу уточнение для зрителей, получается так, что у нас создали некоторую ложную конструкцию в общественном сознании, право вета. На самом деле, голосование происходит либо консенсусно, либо, если не консенсусно, то решение не принимается. Да, частично так. Нет, ну право вета такой термин, такая категория существует. Действительное право наложить что-то. Просто не проголосовали, все, не согласны. Абсолютно. Но речь идет о том, что не сегодня возник вопрос о том, что, а давайте лишим кого-то права вета. Была холодная война. Были невероятные потрясения между многими другими постоянными членами. Я не знаю, есть ли постоянный член совбези ООН, который не находился в той ситуации, когда кто-то другой хотел его лишить права вета. Да, вот, кстати, война в бывшей союзной Югославии на просторах. Иракская компания, кажется, тоже поднимали вопрос, чтобы США лишить вета. Если вы помните, то представитель США в ООН, тогда он так в стиле Чуркина всегда сидел и отрицал все обвинения в адрес США. Но устав ООН, который принимался, вы прекрасно знаете, после Второй мировой войны, предусматривает именно такой механизм принятия решений Советом безопасности ООН. Возникает вопрос, готово ли мировое сообщество принести в жертву временным конфликтам, временным и локальным. А вы прекрасно понимаете, что конфликт в Украине, при всей его значимости для международного права, он имеет локальный характер и много других конфликтов. Так вот, готовы ли мировые государства и вообще все остальные государства сказать, что та система, которая существовала после Второй мировой войны, должна быть изменена ради отдельных государств? Честно говоря, в это верится с трудом. Абсолютно заложенная система в Уставе ООН, она несправедлива. Ну, знаете, да, 15 членов Совета безопасности, которые принимают невероятно важные решения для всего мира. Из них 5 постоянные, а 10 избираются один раз в два года. Почему? Почему только потому, что эти 5 государств являются учредителями ООН, они имеют право, ну, настолько злопотребительски пользоваться такой возможностью. И опять-таки, таким злопотребительским правом пользовались разные государства в разное время. И дискуссия, а как бы это изменить, длится не первый день. Пока что альтернативы существующему правопорядку, который предусматривает существование ООН, не придуманы.